Эпидемиологическая ситуация в Заркно-Казахстанской области на данный момент стабильная. Пару дней давали горожанам на то, чтобы получить разрешительную документацию для передвижения по городу тем, кому это необходимо по работе или другим жизненно важным причинам. Теперь в режиме усиленного карантина все требования должны соблюдаться неукоснительно, сказал в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникации Аким Горда Абашин Беков. Штаб оперативного реагирования в условиях усиленного режима работает круглосуточно. Только за два дня в службу 109 и колл-центр поступило около 5000 обращений по разным вопросам. Ведутся информационно-разоснительные работы. Предусмотрена возможность дополнительного привлечения специалистов к работе штаба. За это время от 632 учреждений поступили заявки на продолжение деятельности. В 427 выданы разрешения. Среди них система здравоохранения, коммунальные службы, обрабатывающая промышленность, розничная торговля, сельское хозяйство, общественное питание и строительство. Работа 205 организаций приостановлена. Например, мы разрешили работать некоторым рекламным агентствам, потому что их можно задействовать распространение информации. Есть организации, осуществляющие инженерно-технический надзор. Остальные – те, кто не вошел в список разрешенных санитарным врачом. Я думаю, могут продолжить работу онлайн. Усиленный режим карантина действует третьи сутки. На дорогах республиканского значения установлены блокпосты. Въезд и выезд соседней региона и государства запрещен. На местах, помимо медиков и полицейских, дежурят и представители госорганов. Пропуск транспорта осуществляется только посредством разрешительных документов. Не секрет, что среди населения много вопросов по этому поводу. Работающие граждане на личном автомобиле могут ездить от дома до работы, но не уклоняясь от маршрута и в рабочее время. Мы еще будем разъяснять это. Вечером полицейские и госорганы с мониторинговыми группами будут проводить регулярные рейды. На сегодня в Уральске действует 25 участковых пунктов полиции. Стража порядка тщательно проверяет людей на улицах. К нарушителям требований применяется административное наказание. Вплоть до ареста на 15 суток. А авто без соответствующих документов и регистрации будет водворяться на штрафстоянке. В завершение Аким города призвал горожан к строгому соблюдению всех норм во время карантина. Самое главное, чем мы можем сейчас себе помочь в борьбе с инфекцией, это самоизолироваться и прекратить всякие праздные прогулки по улицам города и лишние походы по местам скопления людей.